Ом, а гьяна темирандахзья, гьян asks, жена шаллака фига-а-я, Чакширун Мелитаминана, Тасмайиш и Гуравейна, Махань. Яу, Вишня пацьила бахти бималавадуд махарошки. Яу, Вишня пацьила бахти судхирга своей махарошки. Яу, Вишня пацьила бахти нермалачарья махарошки. Яу, Вишня пацьила бахти, рожанавадху судн махарошки. Добавил субтитры Алексею Дубровскому 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 свободные от страха и печали наконец-то я обрел здесь покой и избавился от страха мирского существования я буду служить тебе в твоем доме и вместо того, чтобы наслаждаться плодами своего служения буду стремиться приносить удовольствие тебе полностью предавшись твоим лотосным стопам беды и трудности, с которыми я столкнусь служа тебя, станут для меня источником огромной радости ибо в преданном служении тебе и радости печали одинаково ценные и дороги и то и другое рассеивает страдания невежества радость, наполнившая мой ум, столь велика, что я совершенно забыл все все, что было со мной в прошлом я твой и только твой, и ты воистину принадлежишь мне к чему мне иные сокровища окунаясь в океан блаженства бахтинода посвящает все свои силы служения тебе живет в твоем доме, повинуясь твоим желаниям во всех бахтинод такура у него прослеживается такая глубинная идея, что в первую очередь мы должны занимать правильное умное настроение, умное настроение смирения только в умное настроение смирения мы можем подойти к божественному плану мы можем подойти к Гуру к Господу, к Ваишнавам если смирения нет, то даже если мы встретимся и у М poreственного с Господом, если мы встретимся и с Гуру, если мы встретимся мы просто не увидим ни в Ваишнавах, ни в Воишнавах, ни в Господе Господу, ни в Гуру поэтому всегда встреча происходит тогда когда происходит некий некая необходимость должна присутствовать некий возможно катарсис когда душа она жаждет и жаждет это то есть нам всегда наш грудев он повторял что самое главное это иметь горячее желание горячие желание идти в духовном направлении если желание идти в духовном направлении нет то мы соответственно будем идти в какие-то другие направления и на этом пути нету нет ничего незначительно все очень важно вот сегодня у нас джахна випуджа это поклонение поклонение ганге это очень важный аспект один из важнейших аспектов того что может нам помочь осознавать все эти вещи ганга обладает величайшей очистительной силой и именно одна из причин почему она пришла на землю это ради того чтобы помочь обусловленным душам освобождаться освобождаться от своих грехов и быстрее просто пока нас замутняет греховно грехи грехи то есть грехи это они рано или поздно вызревают то есть но говорится что в тот момент когда душа она омывается в ганге она получает освобождение соответственно душа может не проходить какие-то страдания связанные с кармически но проблема другом что когда душа она выходит из ганги то сразу же начинается дальше дальнейшее накапливание новых грехов потому что каждый наш шаг каждый нас до каждый нас вздох он связан с тем что мы убиваем каких-то живых существ и из-за этого мы несем какую-то ответственность поэтому если мы обретем духовное сознание и освободимся от своих прошлых грехов и будем выходя из ганги будем находиться в чистом духовном сознании сознание того что вся наша жизнь она предназначена для служения господь тогда тогда это будет иметь огромное значение поэтому ганга это мать мать преданности можно сказать что она освобождает нас но мы должны дальше не идти в обратном направлении в сторону греховно наслажденческой жизни а идти в сторону духовной жизни и история появления ганги в этом мире а она описана шлемат-багава там шлемат-багава там описывается что сейчас уже точно не помню но мусагар махарадж во время правления решил совершить ашваметха я ее послал коня и конь этот попал в то место где сидел находился находилась аватара господа господь копила он пришел как мудрец и он занимался там медитации и этот конь он остался около него и не могли найти коня то есть но мы знаем что жертвоприношение коня он заключается в том что высылают коня бродить по свету и если его пропускают то соответственно но правители тех мест они соглашаются с тем что выславший коня будет иметь над ними власть но если кто-то забирает коня то тогда царя он должен сразиться сразиться с этим человеком с этим другим царем и в бою доказать при свое превосходство и соответственно конь пропал и все думали царица гора он думал куда делся кони и кто забрал его кто вы бросил такой вызов его отправил своих сыновей на поиски коня было по моему там 60 или 70 тысяч сыновей отправились на под на поиски этого коня они очень долго искали наконец попали в то пространство где находился капилла муни и они увидели коня которых поселка около него и они подумали что это он похитил только не они на бросили ему вызов но капилла муни он сидел в медитации они начали его как-то оскорблять и тогда в какой-то момент времени капилла муни он открыл глаза и гнев вышел из него и он испепелил всех всех этих сыновей и они превратились пепел и когда царь узнал царь узнал о том что произошло он очень горевала и он думал каким образом каким образом сделать так чтобы эти души чтобы получили освобождение и он поручил своему сыну проводить какие-то аскезы какие-то яги какие-то ради того чтобы дать дать им освобождение но сколько бы ни пробовал первый сын проводить ничего не получалось а сейчас пришел какой-то мудрец по моему и сказал что или сам копил сам капилла муни они обратились копии в следующий раз царь по моему пришел сам капилла муни не помню дословно просто и обратившись к нему спросил что делать он сказал но нужно чтобы ганга не зашла и омыло прах твоих сыновей тогда они обретут освобождение и царь умолял гангу не зайти потом его сын умолял гангу потом еще сына друг следующий сын умолял гангу но так ничего не происходило не совершали тяжелейшие аскезы и в конце концов в конце концов никто не помнит там как звали махаражи плохо помню уже имена ну так или иначе один из про 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 право на фон наконец смог у милости и гангу и ганга она явилась мускала хорошо я зайду не зайду на землю единственное что должен кто-то кто принять мой буйный буйный нрав то есть что тот кто сможет успокоить меня когда я буду потому что если я упаду прямо на землю земля может расколоться и тогда она ему сказала что господь шива может может принять меня на свою голову и тогда тогда все будет гармонично и этот царь он совершал тоже аскезы и в конце концов у милости его господу шиву господь шива он согласился принять гангу и таким образом ганга не зашла на землю но и ганга сказала что ты должен будешь скакать впереди меня когда я не зайду и показывать мне путь к тому месту которого в к которому я должна прийти и царь так и сделал он скакал впереди ганга следовало за ним но в одном из мест сидел и медитировал мудрец до бахират х вот спасибо что напомнили все забывается царь бахират х он скакал впереди впереди ганги да показывал путь ганги и в одном месте сидел мудрец я медитировал занимался занимался своей духовной практикой и тут ганга она помешала его медитации когда он прогнелся и проглотил проглотил всю всю воду и тогда бахират ха он удивился куда делась вода он нашел этого мудреца начал вознес ему молитвы поклоны и тогда он обратно испустила гангу и таким образом ганга она получила свое имя джахнове джахнове то есть то что она родилась из из риши джахнова такая история она может показаться какой-то сказочный или еще что-то но так или иначе мы должны просто медитировать над этими историями и какой-то момент времени смысл смысл происходящего может открыться что подразумевается на самом деле как это все происходит так что сегодня у нас поклонение ганге грудев очень любил гангу очень часто ходил со своими преданными со своими спутниками на гангу делал омовение обществе преданных и даже есть такая история очень удивительная история которая раскрывает насколько грудев он скажем не принадлежащие к этому миру насколько у него взаимоотношения с той трансцендентной реальностью один из дней они пошли тоже преданная сделать омовение в ганге и грудев стоял в ганге читал помогает рим и у него был браслет который ему подарил на рюк силу гуру махарадж амуль некий амулет который предназначался для определенных видов служения и в какой-то момент времени он почувствовал что маму ли амулета нету то есть что ганга что он он сорвался в течение очень сильная в ганге и течение сорвало его и он очень грудев очень расстроился и он сказал преданным предан начали искать и нырять в разных местах но течение очень сильно она унесла этот амулет к грудеву начал молиться и говорить как же так он ругал гангу почему-то забрала этот этот амулет вам не необходим для служения его гуру махараш не специально дал а ты по своей воле забрала у меня этот амулет так продолжалось какое-то время там может 15-20 минут вот и уже все все надежды на пой найти этот амулет не было никакой надежды то есть уже все разочаровались и в какой-то момент времени грудев почувствовал что этот браслет он прибился к его ноге и он достал этот браслет сказал его благодарю тебя ганга что-то вернула мне этот подарок от гуру махараджа такая история такие взаимоотношения на трансцендентном плане происходит между трансцендентными личностями не зашедшими в этот мир и другими личностями которые могут быть могут находиться в форме реки или форме каких других живых существ даже не забывать том что мир очень многогранен мы ну к примеру мы считаем что животные они не могут разговаривать но на самом деле мы видим какое-то ограниченное количество животных мы не можем видеть всех животных мир и возможно есть такие животные которые разговаривают они и потом животные могут разговаривать на совершенно другом языке поэтому мир этот материальный мир очень безграничен практически каждая каждая форма жизни она несет себя как какое-то определенное сознание умонастроение и соответственно какой-то свою систему ценности свое свои понятия в какой-то жизни если в мире людей мир делится на разные обычаи и манеры разговаривать и общаться и что говорит тогда других других формах жизни арея кришна ну на этом мы джайга ганга пуджики джай джахнули пуджики джай мы вчера не почитали считаю чередам риту поэтому на россии не считаем немного читаем чередам риту мы сейчас читаем историю харидаса тхакура том как его пыталась соблазнить блудница посланная рамачандром ханом джай 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 чтанья джай нитянанда джай двай тачандра джай гору бах тавринда анти лива глава 3 величие харидаса тхакура то есть мы читали просто раз что блудница на второй день пришла пытаться соблазнить но так и не получилось мне ничего завтра я обязательно закончу повторять святое имя и мой обед будет исполнен тогда я смогу волю наслаждаться с тобой будница вернулась крамачандре хана и обо всем ему доложила на следующий день она пришла пораньше как только стала смеркаться и осталась с харидасом тхакуром то васики тхакураки намаскара кари двари васи намашу не бали хари хари выразив пощение деревцу туусе и харидасу тхакуру она села у порога у порога его хижины и стала слушать как харидас тхакур повторяет святое имя как и прежде она стала вторить ему хари хари произнося святое имя господа нама пурна хаби аджи бали харидаса тхаби пурна кариму аджи томара абхиваши сегодня я смогу закончить повторение святого имени сказал и харидас тхакур тогда я удовлетворю твои желания киртуна каритти айчхират треши шахаева а курера сани и шая романа хиригела пока харидас тхакур повторял святое имя ночь успела смениться утром и благодаря пребыванию рядом с ним сердце блудницы произошла перемена дандават хана паде тхакура чарани ромачанны хани ракатха кайва невидание очистившийся от скверны блудницы упала к стопам харидаса тхакура и призналась что пыталась соблазнить его по приказу ромачандра хана выбрав свою профессию сказал она я совершила бесчисленные грехи мой господин будь милостив ко мне спаси эту падшую душу а куракахи хани ракатха саба амиджани ажна муркха сейтари дукханахи мани харидас тхакур ответил замыслы ромачандра хана мне хорошо известны он всего лишь невежественный глупец и потому я не я не обижаюсь на него если ты не обижаются на невежество людей то есть потому что понимаешь что все все грехи которые совершаются в этом материальном мире они в большей степени исходят из невежества просто живое существо находясь в каком-то безумии в каком-то заблудшем состоянии даже не видишь что это грехи то есть вынуждена грешить совершать что-то завидовать кому-то но святые они не обижаются на все происки эти грешников только даже сострадают и мы видим как из от одной аватары другое от момента ну скажем века процветания сатью гектрета июга два пара и калиюги греховная жизнь все больше и больше поглощает людей о господь он становится все более милостив милостив и милостив вчера тоже слушал лекцию щилавадута махаража он приводит пример что господь читания обладает безграничной милостью он пришел на землю ради ради падших живых существ но господь читания он бывает и строг он не всех принимает из-за определенного настроения но господь не тянута он вообще всех принимает то есть он более того он идет сам непосредственно грешникам и умоляет их предаться господь читания но говорится что сын сын господь нитянанда верабхадра праву еще более милостив чем господь нитянанда а наша наши гуру еще более милостью как такие как силоседарма хорошей такие как пробхупада бахтиданда с вами наш гуру-деф то ну нужно видеть что они гуру-дефом периодически надо говорил что когда я приехал в мир западе я вообще перестал чему-либо удивляться но он не отвергал своих учеников он терпел принимал единственное что он не терпел это когда кто-то оскорблял других преданных вот это уже всегда пресекал когда кто-то из преданных начинал критиковать какого-то другого преданного грудер сказал я не хочу этого слышать я не хочу пускай это будет правда или неправда это не так важно ты мы не должны этим заниматься не должны осквернять своего поиском недостатков других преданных он всего лишь невежественный глупец и потому я не обижаюсь на него середина я там а с хана чхадия кинадина рахилана тома не стара лагия тот самый день когда романчандр хан стал строить козни против меня я собирался навсегда уйти отсюда но поскольку ты пришла ко мне я остался здесь на три дня чтобы спасти тебя вещая вещая к хикри пока река раха упадешь а их марок карта я я те я и в головах решая будница сказала пожалуйста стань моим духовным учителем скажи что мне нужно делать чтобы избавиться от страданий материального существования а курок ахи харир а драй брама не кара дана и горе оси тун и караха вишрама хридас такура ответил ступай домой и раздай к браманам все свое добро затем возвращайся сюда и живи в этой хижине помня о кришне ступай домой раздай браманам все свое добро затем возвращаясь сюда и живи в этой хижине помни о кришне здесь важно отметить что харир астакур велел блуднице раздать всю нажитую собственность браманам харир астакур не стал советовать и раздать все так называемые до ридера все так называемым до ридер на рай нам бедно на рай нам и подобным им людям не призвал блудницу заниматься благотворительностью как это принято в этом материальном мире то есть мы видим что в этом мире люди люди склонны помогать таким же греховным людям которые впали какой-то бедность или еще что-то но очень много примеров можно привить привести люди страдают за свои грехи которые они совершили нам в этой жизни в прошлых своей жизни кто-то коллега кто-то увечник кто-то бедной ищите и мы очень в принципе находясь невежестве мы склонны делать добро каким-то другим людям но на самом деле подлинная подлинная благо мы можем обрести когда все все свое добро мы жертвуем на духовные цели каким-то людям духов духов духовникам священникам каким-то настоящим священниками которые наживая наживаются на на делах религии а действительно людях которые поклоняются гору господу служит господу обучают других служить господу тогда все получают блага и бедные увечные калеки все все приходит в гармонию по законам ведического общества милостыню следует давать только достойным брамам в багалабите сказано самого дома стопах шучан шантир арджалом и вача я нам вегианом астики ам грамма карма свабхала джам брамов отличают такие качества как правдивость владение чувствами терпимость простота знания умение применять трансцендентное знание на практике и непоколебимая вера верховную личность бога у людей которые посвятили себя постижение духовной науки не остается времени на зарабатывание денег у людей которые посвятили себя постижение духовной науки не остается времени на зарабатывание денег они полностью полагаются на милость господа который говорит багалабите что он сам приносит им все необходимое йога к шэмам в ахами ахам ведическом обществе принято давать пожертвования браманам и саньяси они так называемым даридра на райаном то есть есть такая философия что из ответвлений философии на на майвады что каждый живой систво бог и вот и по своей непостижимой лиги она становится даридром на райана то есть бедным на райаном даридра бедный нищий до райана не может быть даридрой бедняком одаридра не может быть на райаны ибо это несовместимое понятие атеисты сочиняются эти теории и проповедуют их глупцам однако пожертвования следует давать браманам и саньяси поскольку все полученные средства они используют для кришны поскольку все брамана и саньяси то есть духовку подлинно духовные люди они для себя ничего не используют они используются для служения господа чтобы мы не дали брамана он потратит это на кришну который говорит в бхагавадгите я от хорошие а тошна си я джу хоши да да сия я тапа сессии каунти я татт курус вам от арпанам чем бы ты не занимался чтобы ты не ел какие бы не приносил дары чтобы не отдавал какую баскезу не совершал делает из о сын кунти как подношение мне на самом деле на самом деле все принадлежит кришне но к сожалению так называемые цивилизованные люди считают что все принадлежит им в этом ошибка материалистической цивилизации блудница виши я заработала свои деньги греховным способом поэтому харидас такур посоветовал ей раздать все нажитое ею браманом когда шива ру пагас вами отрекся от семейной жизни он раздал половину своего состояния браманом и вайшнавом браман тот кто постиг абсолютную истину а вайшнав это тот кто зная абсолютную истину действует ради абсолютной истины верховной личности бога часто чтобы заработать деньги люди прибегают к сомнительным методам поэтому на определенном этапе жизни следует отойти от дел и раздать все нажитое имущество браманом и вайшнавом которые занимаются преданным служением проповедуя славу верховной личности бога такая замечательная история ари харая намокришна я давай она маха 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 ари харая намокришна я auxiliary solventи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 и дядя уничтожила бахти рождан макусуга на махарашки дядь че читание сразу от матка чаря в рим деки дядя щепот виджай роман про буки дядя щепот бахте амрит махавир махарашки дядя щепот бахте ашрайданди махарашки чимати бахте валит дайвики дядя уничтожим партии шеварением шива че бахтидан с вами прохопатки дядя щегуру парампара ки дядя джахна випуджа ки дядя нитай гор приманан де риво я и грудаем гуром газ всем приветом киджа хари кришна дорогие преданные на этом наша утренняя программа закончена сегодня мы едем в деревню по ходу вот поэтому делая наверно будет программы а вечером может быть оттуда деревне может трансляцию сделаем все наши поклоны дандаваты удачного духовного дня хари кришна завтра завтра у нас день памятование об уходе бахти нирмала ачарья махараджи послезавтра явление госвами махараджи то есть у нас такие насыщенные сейчас не идут потом во вторник следующий вторник явление господаль симхаде ванре симхачатурдыши хорошо готовимся к различным событиям праздником рей кришна наши поклоны всем дандаваты